И так, всем привет дорогие друзья, с вами Игорь Фатеев и сегодня мы разберем такую криптовалюту как Yota. Стартовал проект в прошлом году, в 2017. Конечно же, как обычно, монета стоила копейки и абсолютный максимум она получила в декабре 2017 года и стоила она около 5-6 долларов. Что касается вообще монеты и в целом проекта и его будущего. Монета так или иначе стоит на данный момент на 11 месте и борется с такими конкурентами как Monero, где присутствует полная анонимность и Dash. Что касается самого проекта, давайте взглянем на плюсы и минусы, особенности и чем Yota так примечательно и особенно почему ее так назвали. Самым главным фактором, который делает особенным проект Yota, это технология Tangle, которая лежит в основе ее работы. Преимуществом данной технологии является скорость подтверждения транзакции, которая увеличивается благодаря увеличению участников сети. Кроме этого, сеть переводов внутри Yota построена таким образом, что для отправки новой транзакции участник должен сделать подтверждение в две транзакции, которые будут производиться другими участниками сети. При создании Yota разработчики замахнулись на реализацию проекта, который направлен на развитие революционной идеи интернета вещей. Интернет вещи это новая веть в развитии технологий человечества, идея, которая заключается в создании глобальной сети из устройств, имеющих сенсоры, датчики и камеры. Кто играл в Watch Dogs 2 или первую часть, те знают и поняли о чем идет речь. Какие перспективы имеет эта криптовалюта? Развитием интернета вещей или как еще его называют Internet of Science занимаются ведущие технологические компании, такие как Microsoft, Samsung, Google, IBM и другие. С некоторыми из этих компаний проект Toyota сотрудничает на данный момент, а с некоторыми ведут переговоры касательно реализации идей интернета вещей общими усилиями. То, что развитие Yota занимаются такие компании, говорит о том, что эта сеть будет иметь спрос среди пользователей и в том числе обычных потребителей. Ведь было бы глупо полагать, что мировые гиганты будут тратить свои ресурсы на реализацию чего-то нереального или невозможного. По прогнозам всех тех же аналитиков, более половины всех устройств к 2022 году будут подключены к интернету вещей. И, соответственно, внутри данной сети будет проходить свое платежное средство. По задумке проекта Yota, именно их монета MiYota станет основным расчетным средством для Yota. Все эти факторы положительно будут сказываться на росте стоимости цены MiYota. Хочу от себя сказать, что когда зарождалась эпоха интернета, тоже мало кто верил, тоже мало кто надеялся, что такое интернет. Неужели можно общаться с человеком, который живет в Америке вот просто так? И, как видите, можно и даже нужно. Что касается минусов этой криптовалюты, то что хакеры, конечно же, неоднократно замахивались на этот проект и в итоге похитили 4 миллиона долларов в криптовалюте MiYota. Злоумышленники воспользовались необходимостью генерации сит-ключа, который требуется при регистрации криптовалютного кошелька. Большинство пользователей криптовалют предпочли использовать специальные онлайн-сервисы, создающие пароли. Один из этих ресурсов передал злоумышленникам информацию о юзерах. Используя сит-ключи, мошенники украли криптовалюту у целого ряда кошелек. Общая сумма, конечно же, 4 миллиона долларов составила. Что касается монет, то выпущено почти 3 миллиарда монет. Заходя на сайт Yota, видно, что это, конечно, передовая технология. Видно, что хорошо постарались над сайтом. Что касается кошельков, вы можете прямо с сайта начать скачивать свой клиент. Правда, немного это все по кривому выглядит. И на данный момент я скажу, что этот кошелек не самый, скажем так, хороший клиент, который есть у этой криптовалюты. Так как хакеры похитили 4 миллиона долларов в криптовалюте Yota, нетрудно догадаться, что кошелек у Yota крайне уязвим. И SID это и есть ваш пароль. А это означает, что все, абсолютно все ваши токены будут храниться на сервере. Единственный вариант искать альтернативные кошельки, которые могли бы быть безопаснее, чем Yota официальный кошелек. Что касается перспектив роста, я тут не совсем уверен, потому что это действительно перспективная задумка. Но по поводу того, что у Yota есть уязвимости, я думаю, разработчики Yota со временем все это залатают. Исправят баги, исправят систему безопасности хранения криптовалюты. И в целом продвинут криптовалюту вперед. Но до 2022 года еще, конечно, жить и жить. Но я скажу, что в этом году у этой криптовалюты есть все шансы удерживать свое место в топ криптовалют. Но если мы будем и дальше наблюдать за тем, как хакеры взламывают эту криптовалюту и крадут деньги, то это однозначно может привести к краху криптовалюты. И просто люди не будут ни в коем случае покупать, тем более хранить эту криптовалюту. По поводу где купить эту криптовалюту, конечно же, такие рулящие биржи это Binance и Bitfenix. Ну а с вами был Игорь Фатиев, всем удачи и всем пока.